Всем привет, вы на канале Интерфакт. Сегодня я расскажу о трёх удивительных странах, каждый из которых есть чем вас удивить. Какую страну можно спокойно арендовать на сутки, где арабские женщины могут стать кем угодно, даже госслужащими. Какое государство является самым богатым в мире? Достаточно ли полвека для того, чтобы превратить захолустье в рай? Об этом и не только вы узнаете из данного выпуска. Желаю приятного просмотра! Одна из самых маленьких стран в Европе, которую вполне можно обойти пешком всего за день. 19-е место по уровню жизни за 2020 год и первое место по ВВП на душу населения за 2019-й. Карликовое государство под названием Лихтенштейн. Казалось бы, крошечная территория без собственной валюты, без аэропорта, без крупных производств. Чего можно ожидать от неё? И всё же княжество Лихтенштейн очень богатое государство. Это действительно крошечная страна. Длина автомобильных дорог составляет всего 250 километров, а в столице, в Адуце, лишь 5 улиц. Но этого вполне достаточно для 38 тысяч местного населения. Общая площадь Лихтенштейна 160 квадратных километров. Это в 15 раз меньше Москвы. Тихое, уютное место, где не принято шуметь или бегать по улицам. Жизнь здесь протекает чинно и размеренно, а местные жители почти никогда не закрывают дверь на замок. Высоченных заборов здесь вы тоже не заметите. Нет и охранных систем. А всё потому, что в Лихтенштейне в принципе нет преступности. За последние 10 лет было всего 4 умышленных убийства. И то не в один год. Неудивительно, что в этой стране мало заключенных. Тюремные наказания здесь отбывают всего 10 человек. Это настолько мало, что для их пропитания выгоднее заказывать еду из ресторана, чем нанимать отдельного повара. Местные полицейские в основном занимаются тем, что штрафуют владельцев неправильно припаркованных машин или лениво разбирают семейные споры. Последние, кстати, случаются нечасто. Лихтенштейн настолько миролюбивая страна, что она не принимала участие ни в каких военных действиях со времен австро-прусской войны, которая была еще в 1866 году, а в 1868 вооруженные силы страны и вовсе были распущены. Княжество сумело во всех мировых войнах сохранить нейтралитет и не ввязываться в военные действия, и это находясь в самом центре Европы. Чем больше узнаешь про Лихтенштейн, тем больше кажется, что это настоящий рай на земле. Живописный ландшафт, высокий уровень жизни, отсутствие внешнего долга, низкие налоги. Уровень безработицы и вовсе поражает – всего 1,5%. Для сравнения, в США – 6,1%. Просто задумайтесь, насколько местное население должно быть обеспеченным, чтобы в принципе не работать в сфере обслуживания. Да, вы не ослышались – весь обслуживающий персонал – приезжий из-за границы. И это не гастарбайтеры из бедных стран. Работать сюда приезжают немцы и австрийцы. Откуда же такие богатства в столь маленькой стране? Очевидно, что на такой территории не получится разместить крупное производство. Все дело в том, что Лихтенштейн давно уже стал офшором – здесь очень низкие налоги для иностранных компаний. Конечно, такие возможности даются не просто так, и для оформления документов нужно соблюсти ряд условий, одно из которых заключается в том, что в управлении корпорацией минимум один из директоров должен быть из числа местных жителей. Так, правительство страны сумело обеспечить постоянный доход от иностранных компаний и стабильные рабочие места для местных. Сегодня здесь зарегистрировано свыше 73 тысяч иностранных компаний. А если учесть, что это намного больше, чем количество граждан, то вопросов, откуда такой высокий уровень жизни, не возникает. К слову, среднемесячный доход жителей Лихтенштейна около 5000 евро. Неудивительно, что люди здесь живут не напрягаясь. Конечно, Лихтенштейн не всегда была офшором. Раньше эта страна славилась своими зубными протезами, почтовыми марками и колбасными шнурками. И если остальные ниши уже отошли в прошлое, то почтовые марки до сих пор занимают почетное место в экономике страны. Все от того, что продукция очень высокого качества и ценится коллекционерами. Вы только вдумайтесь, 80% тиража уходит напрямую в частные коллекции и в руки перекупщиков. Так что нет ничего подозрительного в том, что 10% бюджета пополняется именно за счет производства почтовых марок. Виды здесь действительно завораживают. Высоченные горы, крошечные, будто нарисованные деревеньки, а по обочине то тут, то там ходит домашний скот. Глядя на все это, кажется, будто наблюдаешь за съемками фэнтези или фильма про средневековье. На территории такой маленькой страны разместилось свыше 30 разных географических областей, от низменных долин до высоченных гор. Впрочем, ассоциация со средневековьем вполне уместна, ведь это одна из трех стран мира, чьи современные названия происходят от имен правителей. Все началось с древнеавстрийского рода князей Лихтенштейна и его обширных владений. А в 1806 году территория получила суверенитет и появилась страна княжества. За время своего существования Лихтенштейн не менял форму правления, здесь до сих пор у руля княжеский род, и именно княжеская коллекция сокровищ не раз помогала в сложных финансовых ситуациях. В начале 20 века страна настолько нуждалась в поддержке, что часть легендарной коллекции была продана. Позже Лихтенштейн стал тесно сотрудничать со Швейцарией, и дела пошли лучше. А в 1924 году сотрудничество стало настолько тесным, что официальные валюты княжества приняли швейцарский франк. Так остается и по сей день, евро здесь не в почете. Забыть о том, что такое финансовый кризис, помогла реформа налогообложения. Княжество привлекло так много иностранных компаний, что дела быстро пошли вверх. Кроме того, местные банки также высоко зарекомендовали себя на международной площадке. Они считаются даже надежнее швейцарских, а тайна вкладов соблюдается настолько, что вопросы вкладчиков решаются при личной встрече. В итоге богачи со всей Европы переводили сюда свои сбережения. В последние годы начало развиваться и туристическое направление. Здесь появились свои горнолыжные курорты и летние пешеходные экскурсии в Альпы. Конечно, эта страна не вариант для шоппинг-поездок. Здесь слишком тихо и уютно, а ценники в местных кафе зашкаливают. Зато удивительная природа с горными вершинами до 2,5 километров высотой притягивает к себе любителей активного отдыха. Кроме природных ландшафтов, гостей привлекают достопримечательности и памятники средневековой архитектуры. Одно из самых популярных мест – столичный музей почтовых марок. Более 300 витрин и огромная коллекция марок с 1912 года. Думаете, на этом удивительные факты закончились? А как насчет того, чтобы ненадолго стать правителем Лихтенштейна? Эту страну действительно можно арендовать на сутки. За 70 тысяч долларов любой желающий может стать правителем княжества. В его власти не только устраивать праздники, но и издавать законы, вводить собственную валюту или даже переименовывать населенные пункты. Кроме государственных дел, в суточную аренду входит посещение музеев, прогулки в конных колясках по столице, дегустация самых дорогих вин из княжеских погребов и шикарная поездка на природу. Звучит весьма заманчиво, только вот оформление документов – сложная затянутая процедура. Уведомить власти о своем желании необходимо за полгода. Более того, от вас потребует подробный план будущих действий. Настолько подробный, что в нем все должно быть прописано с точностью до минуты. Можно ли эмигрировать в эту чудесную страну? Да, но вам предстоит предоставить банковский счет и список заслуг. Отобряют заявки только от тех людей, кто действительно может быть полезен. Конечно, есть и другой вариант – получить гражданство через брак. Но и тут не все так просто. Чтобы подать документы на получение паспорта, достаточно прожить 3 и более лет в браке. Однако, кроме этого, нужно в целом на момент подачи документов прожить 12 лет в Лихтенштейне. Учитывая местные цены, задача не из простых. К слову, если вы все-таки переедете жить в Лихтенштейн, то через 30 лет вы сможете стать полноценным гражданином. Вот такая крошечная страна с богатыми жителями и живописными видами, а отсутствие внешнего долга и низкие налоги превращают княжество в фантастическое место с идеальными условиями проживания. Но не подумайте, что Лихтенштейн – это единственное настолько тихое и в то же время богатое место. Давайте расскажу вам о стране, где так спокойно, что даже нет индивидуальных сейфов в гостиничных номерах. Знакомьтесь, Оман – сказка Востока с удивительным сочетанием природно-климатических зон. Это одно из старейших мест проживания людей на земле. Первые поселения тут появились около 106 тысяч лет назад. А вот столица Маскат была основана намного позже, за 900 лет до появления ислама. Этот город тянется вдоль Оманского залива, а общая протяженность составляет 50 километров. И все эти 50 километров буквально покрыты невысокими белоснежными домами. Создается непередаваемый сказочный вид, ведь у каждого домика своя арабская самобытность. Таким красивым и ухоженным Маскат стал буквально за последние 30-40 лет. Здесь 350 солнечных дней в году, и все эти дни яркие лучи солнца отражаются от белоснежных стен зданий. Здесь действительно жарко, но местных жителей это не особо беспокоит. На окнах висят жалюзи, а в комнатах установлены кондиционеры. Удивительно в этой стране то, что еще 50 лет назад это был один из самых отсталых районов на планете. Оман находился на одном уровне с беднейшими африканскими странами. Его разрывали племенные Распри, не было больниц и радио, всего несколько дорог и школ. Страна была полностью изолирована от внешнего мира. Но все изменилось после того, как в 1970 году пришел к власти султан Кабуз. Местные жители говорят, что при Кабусе Оман проснулся. И действительно, из небольшой страны с всего одной километровой дорогой Оман стал быстро развивающимся государством, находящимся на одном уровне с Объединенными Арабскими Эмиратами. Все благодаря добыче нефти, которая занимает от 70 до 85% общего ВВП страны. При этом Оману удалось сохранить свою самобытность и неповторимость. Здесь нет высоченных небоскребов и урбанизированных зданий. Страна занималась продажей нефти и до прихода к власти Кабуса. Но тогда финансовые дела велись по старинке. Все доходы складывались в казну. И нет, речь не о банковских счетах. Купюры и монеты буквально укладывали в султанские сундуки. Нет ничего удивительного в том, что однажды грызуны проникли в резиденцию султана и попросту съели содержимое одного из сундуков. Тогда-то терпение людей лопнуло, а создавшаяся буча позволила прийти к власти новому правителю. До Кабуса на весь Оман было три школы, а система здравоохранения и вовсе отсутствовала. Трудно было поверить в то, что можно что-то кардинально изменить за считанные десятилетия. Молодой правитель первым делом взялся за коррупционеров, затем взял под контроль все поступления в государственный бюджет. К старым нефтяным месторождениям добавлялись новые, и именно они в 70-х годах стали ключевым источником бюджета страны. На тот момент доход на душу населения был всего около 300 долларов, сейчас же 14 с половиной тысяч долларов. Но не все так радужно. По оценкам большинства экспертов, Оман исчерпает свои текущие запасы нефти и газа менее чем за два десятилетия. И даже сейчас экономика страны сильно страдает, падение цен на нефть и изоляция ощутимо отразились на финансовом благополучии. Безусловно, правительство Омана прекрасно понимало, что запасы нефти рано или поздно иссякнут. Поэтому султан Кабус выдвинул программу переориентирования экономики, основная задача которой перестать опираться на нефть и задействовать природный газ. Однако попытка оказалась не очень успешной, а в январе 2020 года султан и вовсе скончался. Новый правитель Султан Хайсам обещал решить экономические проблемы страны, но пока рано прогнозировать результаты. До открытия нефтяных месторождений основной доход приходил из сельского хозяйства и рыболовства. Однако сейчас эти отрасли составляют всего лишь 2,5% ВВП. В основном это выращивание фиников, лаймов и бананов. Миллионы лет назад здесь цвели сады, были озера и паслись животные. Сейчас же на большей части территории безжизненная пустыня, а встретить можно лишь одногорбых верблюдов. Причем встречаются одни довольно часто. Животные и машины буквально соседствуют на трассе. Неудивительно, что одно из популярных местных развлечений – верблюжьи гонки. Еще один ценный ресурс встречается в местном море. Это амбра. Возможно, вам станет неприятно, но она образуется в кишечнике кошелота и очень востребована в парфюмерии. Один только грамм этого вещества стоит от 20 до 40 долларов. Если повезет, можно выловить целое состояние. И все же нефть – не единственный весомый источник дохода Амана. Немалый сектор экономики занимает туристический бизнес. За один только 2019 год страну посетило 3,5 миллиона человек, поэтому здесь, как на дрожжах, растут всевозможные комплексы. Среди популярных услуг – подводное плавание. В основном сюда приезжают гости из Европы. Особенно популярен Аман среди немцев. Но и на русских туристов здесь тоже очень рассчитывают. В стране действует сухой закон – покупать алкоголь здесь могут только христиане, и то не все. Все зависит от должности и дохода. Логично, что купить алкоголь можно не везде. На всю столицу есть только 4 подходящих магазина. Также алкоголь продают в отелях и некоторых ресторанах. Естественно, цена у него соответствующая. Зато благодаря сухому закону на улице не встретишь пьяных дебоширов. Здесь нет криков и конфликтов, а тротуары блистают чистотой. Здесь нет и террористических атак. Вместо этого тишина, спокойствие и доброжелательные местные жители. Другая удивительная черта Амана – отношение к женщинам. Несмотря на то, что это арабская страна, дамы здесь вполне могут претендовать на любую работу и реализовываться в профессии без каких-либо притеснений. В этой стране вы легко встретите девушку-таксиста или полицейского. Более того, Аман – первая страна Ближнего Востока, позволившая женщинам занимать должности во власти. Уже не раз в министерство возглавляли дамы. Нет притеснений и в браке. Женщина в семье пользуется большим уважением и имеет полное право подать на развод. При этом причиной может быть не только неверность мужа, но и такой простой повод, как несоответствие характеров. Правда, и выходят замуж здесь на порядок позже. Большинство девушек старается получить высшее образование, поэтому задумываются о супружестве лишь к 24 годам. Звучит вполне разумно, ведь Аман максимально идет навстречу своему подрастающему поколению. Когда житель достигает 18-летия, он получает землю под строительство. Это касается как парней, так и девушек. Правда, процесс немгновенный. Предстоит подождать в очереди несколько лет, а затем выплатить единовременный налог. После этого можно смело приступать к строительству собственного жилья. Возводить его предстоит за свои деньги, но если их недостаточно, можно взять кредит. Благодаря фиксированной законам ставки до 6% годовых, выплатить его совсем не трудно. А на главный праздник страны султаны вовсе объявляют кредитную амнистию. Правительство позаботилось и о менее обеспеченной части населения. Если у человека доход менее тысячи долларов, он вполне может получить бесплатную квартиру от государства. Это так называемое социальное жилье, которое выдается остро нуждающимся, обычно вдовам, инвалидам и бедуинам. Но даже в домах ниже среднего класса по 6-7 комнат и несколько ванных. Правда, находятся они на удалении от города, в горах или в пустыне. И все же это достаточно комфортное жилье. Жизнь в Амане действительно удивляет. Старейшее независимое государство арабского мира, безумно красивые улочки и полное равноправие полов. 14-е место в мире по размеру ВВП на душу населения. Отличная социальная программа и отсутствие подоходного налога. Разве нужно что-то большее? Но есть еще одна не менее удивительная страна, расположившаяся совсем рядом с Аманом. Это Катар, который на протяжении многих лет остается самой богатой страной мира. Он также, как и Аман, находится в пустыне. Правда, с такими громадными небоскребами и современными городами это стало совсем незаметно. В одной только столице, Дохи, расположились более 40 небоскребов. И это не безликие близнецы, сделанные под копирку. Каждое здание индивидуально в своей архитектурной задумке. Столица Катара напоминает огромную стройплощадку. Вдоль набережной постоянно вырастают отели и бизнес-центры. А одна из самых масштабных строек последнего времени – метро, которое будет связывать Доху с другими городами. Всего планируются четыре ветки протяженностью 300 километров. Первое, что замечает иностранец в столице – это отнюдь неудивительная футуристическая архитектура. Сегодня мало кого удивишь небоскребами. Поражает совсем другое – дикая жара. Для европейца это становится настоящим испытанием. Что осенью, что весной температура воздуха не падает ниже 40 градусов. Неудивительно, что местные жители днем сидят дома под кондиционером или прохлаждаются в торговых центрах. Большая часть населения Дохи – иностранцы. Они там живут и работают. Немало есть и временных иммигрантов. Во многом из-за них средняя зарплата в богатейшей стране мира не так велика, как хотелось бы – всего 3600 долларов. Но если брать статистику по отдельным отраслям, то средняя зарплата может достигать и 6000 как в банковском деле и нефтедобыче, так и 8000 долларов в управлении и высшем менеджменте. В целом, жизнь в столице Катара не сильно отличается от жизни в других обеспеченных городах. Отличает ее, пожалуй, только сухой закон и непривычная одежда местных женщин. На окраине Дохи расположился один из самых престижных районов города. Там, возле искусственного насыпного острова, пришвартованы дорогие яхты. Вскоре рядом с этим районом вырастет новый город – Лусаил. Его построят специально для Чемпионата мира по футболу, который в 2022 году пройдет в Катаре. К слову, такое событие на Ближнем Востоке будет проводиться впервые. Лусаил станет современным городом, буквально напичканным высокими технологиями. Администрация сможет контролировать загруженность дорог и работу коммунальных служб. Уникальность проекта состоит в комплексном планировании всего мегаполиса с учетом местных особенностей ландшафта. Городская гавань станет одной из крупнейших в заливе. Появятся четыре искусственных острова, огромный парк развлечений и поля для гольфа. Именно здесь будет находиться самый крупный стадион страны, где пройдут главные матчи, открытия и финал. Вполне возможно, что через десятилетия Лусаил станет самым большим городом будущего, построенным с нуля на основе современных технологий. Таким богатым Катар стал сравнительно недавно. В 1971 году здесь было открыто месторождение газа, что и позволило стране поднять свою экономику. Запасы газа в Катаре составляют 12% мировых. Это третье место в мире после России и Ирана. Первые нефтяные деньги страна вложила в образование. В середине 1970-х каждому катарцу бесплатно дали дом, землю и кредит на машину. Но самое главное, отправили учиться за рубеж за счет государства. Так же, как и Оман, еще 50 лет назад Катар был одним из беднейших регионов в мире. Сейчас же он занимает первое место среди самых богатых стран. Большая часть бюджета направлена на развитие инфраструктуры. Здесь постоянно воздвигаются новые здания, жилые дома, офисы, отели, рестораны. И это действительно выгодно. Катарский миллиардер шейх Фейсал бен Касим поднял свой капитал именно на строительстве. Катар активно борется за участие в международных событиях, и для них постоянно воздвигаются новые здания. Чего только стоит предстоящий чемпионат мира по футболу. Ради только одного этого затеяли постройку огромного метро. К слову, окончательное завершение проекта запланировано на 2026 год, то есть уже после проведения чемпионата. Однако падение цен на нефть неизбежно отражается на бюджете страны. Руководство Катара прекрасно понимает, что нужно что-то менять. Поэтому, так же, как и Оман, начало принимать действия для избавления от газовой и нефтяной зависимости. В 2008 году правительство запустило программу «Национальное видение Катара-2030». Согласно ей, совсем скоро Катар должен стать передовой страной с высокоразвитым обществом. Теперь нефтяные деньги страна вкладывает в свое развитие. Искусство – одно из приоритетных направлений. В четверке самых дорогих картин мира значатся две, приобретенные королевской семьей Катара. Немало вдохи и мечетей, всего их насчитывают 120 штук. А особое место занимает музей исламского искусства, который выглядит как ступенчатая пирамида из известняка. Строил ее Юй Мин Пэй, тот самый архитектор, который воздвигал пирамиду в Лувре. В прохладных мраморных залах музея сегодня хранится одна из самых полных коллекций исламских артефактов в мире, собранная за 14 веков. В 2019 году неподалеку от музея исламского искусства открылся другой важный объект – грандиозный национальный музей Катара. Так что даже когда природные ресурсы иссякнут, у страны останется свой источник дохода – культурный туризм. Всегда есть желающие прикоснуться к исламскому миру и окунуться в историю. Но туризм – не единственный запасной вариант. Власти государства активно инвестируют в зарубежные компании и недвижимость. Все это делается в расчете на то, что каждый вложенный цент со временем окупится. Катар успел вложиться и в Россию. Ему принадлежит часть уставного капитала ВТБ, акции Роснефти и аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. В целом, у Катара особенный подход ко всем капиталовложениям. Даже постройка здания для Чемпионата мира по футболу продумана так, чтобы потом каждое из них было полезно стране. Например, перед постройкой стадиона Аль-Вакра власти страны обсудили с местными жителями, какое будущее развитие они хотели бы для новой арены. В итоге было принято решение, что помимо спортивных игр, здание будет использоваться как школа и зал для свадебных церемоний. А самым многофункциональным станет Рас Абу Абуд в Дохе. Это сооружение изначально строится из отдельных контейнеров, которые все вместе превратятся в стадион на время чемпионата. А когда все закончится, здание разберут на блоки, которые станут кафе, магазинами и даже общественными туалетами. Рациональный подход был применен и к вопросу размещения гостей. Планируется построить ровно столько отелей, сколько в дальнейшем сможет реализовать туристический бизнес. Где размещать остальных гостей? Для этого на время чемпионата будут пришвартованы несколько круизных лайнеров, а также установлены палатки для болельщиков. Символ сегодняшнего будущего – национальная библиотека Катара, открывшаяся в 2017 году. Внутри хранится около миллиона книг. Если до недавних пор главным развлечением в Катаре были торговые центры, то теперь им стало посещение библиотеки. Здесь постоянно что-то происходит, от концертов до воркшопов. А напротив библиотеки возвышается 57-метровое белоснежное здание – штаб-квартира фонда образования, науки и общественного развития. На его гигантской территории разместились филиалы известных зарубежных университетов. Здесь, в современных зданиях, построенных именитыми архитекторами, учатся самые талантливые студенты страны. Большинство из них получают гранты от государства. Три удивительных страны, каждая из которых сумела обеспечить своих граждан, несмотря на все свои особенности. Крошечный Лихтенштейн без производств и запасов ресурсов. Аман, который совсем недавно хранил деньги по старинке, в сундуках. Катар, у которого неожиданно обнаружились огромные запасы природных ресурсов. А чья история вас удивила больше всего? Поделитесь своим мнением в комментариях. Если было интересно, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. И на этом у меня всё. Всем успехов и до скорого!